В Ак-Тубе сегодня на мирный митинг вышли аграрии и фермеры. Заявить о своих проблемах приехали крестьяне из соседних западно-казахстанской и Костанайской областей. Они просят снизить процентные ставки по кредитам, а также пересмотреть и упростить условия субсидирования. Эльмира Ержанова расскажет подробнее. Сотни фермеров сегодня объединились, чтобы рассказать о проблемах в сельском хозяйстве, а их, по словам крестьян, накопилось немало. В первую очередь собравшиеся недовольны тем, что процентная ставка по кредитам выросла с 16 до 24%. Не устраивает людей то, что субсидирование часто затягивается, а банки не ждут. Поэтому они требуют упростить условия господдержки. Вы нам дайте 6%. Вот эти 17% крутите у себя, что хотите. Тупо дайте нам 6%. Все. Обеспокоены фермеры и тем, что у них нет рынка сбыта продукции. К примеру, глава крестьянского хозяйства из Храмтауского района Нурбек Тлемисов говорит, что не знает, куда реализовать 2500 тонн твердой пшеницы. Ее не покупают ни отечественные компании, ни в соседней России, куда раньше она продавалась. В итоге продукт хранится в складах. Так и будет лежать. Что будем делать? У нас уменьшение пойдет в пассивной площади. В этом году я думаю, я 8 тысяч сею. Я в этом году, я думаю, если реализатора до 1 мая не будет, я буду посеять 5 тысяч. Со временем, я думаю, сельскохозяйство, если государство не будет думать, если высокая ставка финансирования кредита будет, то мы уйдем от сельскохозяйства. Также крестьяне говорят, что устали от постоянной смены министров в их профильном ведомстве. Кстати, к работе Минсельхоза у собравшихся претензии по поводу частых сбоев новой информационной системы субсидирования Госагра, куда подаются заявки. На сегодня, по словам представителей министерства, неполадки устранены. Они будут субсидироваться, но в каком виде это все сейчас будет рассматриваться, пересчитываться. Основное требование, чтобы эти субсидии поступали напрямую в нашей компании. Опять-таки, субсидии эти утверждаются и пишутся Минсельхозам, утверждаются и имиджи тоже. И они готовы это рассмотреть и как в качестве пилотного проекта провести это на Октябрьской области. Мы, соответственно, тоже будем работать над этим. Сельхозпроизводители уверены, без поддержки государства их хозяйство долго не протянут. Уже сейчас многие задумываются над тем, чтобы закрыть производство и сменить сферу деятельности. А это, в свою очередь, грозит кризисом продовольственной безопасности страны. Эльмира Ержанова, Замат Кубигенов, Информбюро, Октубе.